Пожарная безопасность – тема, которая всегда актуальна и касается каждого из нас. Бесконтрольная огненная стихия не разбирает между пожилым человеком и малышом, не щадит ни бедных, ни богатых. Особую опасность представляют возгорания в местах массового скопления народа, особенно когда персонал и ответственные лица не готовы своевременно, а главное – правильно отреагировать на ситуацию и предпринять необходимые действия по спасению людей и имущества. Плановые проверки такой готовности в артемовских предприятиях, учреждениях и организациях проводятся регулярно. Однако неожиданная тревога может показать больше, и это понимают не только сами огнеборцы. Так, инициатива пожарных и артемовского отделения ВДПО о проведении подобной проверки была поддержана частным предпринимателем. При зверии, когда у нас храм сгорел, храм умиления, то есть сам тоже присутствовал на пожаре, как это страшно, и с удовольствием пошел навстречу, чтобы хотя бы персонал знать, что делать и как защищаться. Проверяющая сторона постаралась сделать так, чтобы условия мероприятия были близки к реальным. Дыммашина создавала безопасную для дыхания, но ограничивающую видимость завесу. Сотрудникам торгового центра пришлось в срочном порядке начать эвакуацию. Однако, как оказалось, не все знали, как верно поступать в создавшейся ситуации. Со второго этажа все эвакуируются в первый этаж. В первом этаже у нас пожар происходит. Соответственно, вы будете проходить, и там будут опасные факторы пожара. Это повышенная температура, непригодная для дыхания среда. Средств защиты органов дыхания у вас нет, вы туда идете. Хотя есть свободный эвакуационный выход второго этажа. По времени эвакуации вышли хорошо, быстро. Несмотря на определенные ошибки, персонал действовал достаточно слаженно. А это уже важный фактор с учетом специфики торгового помещения и тех действий, которые работники должны были произвести для сохранности имущества и товара. Сработали все. Сработала пожарная 54-го ФПС. Сработали, посмотрел Госпошнадзор. Ну и мы в ВДПО как организаторы. Пожелание всем предпринимателям задуматься о безопасности своего коллектива. Кроме непосредственной проверки действий сотрудников, им также было дано несколько важных рекомендаций по действиям при пожаре и предложено на месте потренироваться в использовании огнетушителя. В дальнейшем у участников импровизированных учений стало получаться гораздо лучше. Своими советами им помогли представители Артемовского отделения ВДПО и, конечно же, пожарные, которые следили за безопасностью мероприятия и раздавали прохожим памятки по противопожарной безопасности. К слову, пожарные действительно прибыли вовремя и произвели имитацию развертывания системы, которая полностью повторяет действия в реальных условиях. В основном наше возразделение принимает непосредственное участие, так сказать, проводятся совместные тренировки на объектах социально значимых. Это системы здравоохранения, социальной защиты системы, системы образования. В этом году неоднократно уже профилактические осмотры проводились в этих перечисленных объектах, а также проводились практические тренировки. И все же главной особенностью именно такой тренировки стала ее внезапность. В любом случае, зная о грядущей проверке, люди обычно относятся к ней с определенным спокойствием, готовятся к ней. Именно поэтому в планах артемовских огнеборцев и в дальнейшем проводить подобные мероприятия. Для нас и это было впервые, и новое. Я думаю, что все вы знаете и не помните на своей памяти таких эвакуаций внезапных. Будь это час пик, будь это утреннее время, я не знаю. Мы планировали, что и с утра тоже будет час пик, и очень много народу. То есть мы не определяли какой-то день, какое-то время. То, что было, что случилось, осложнилось бы это или было бы так же, ну, трудно ответить. Надо пробовать. Будем и в дальнейшем, мне кажется, повторять такие учения. Нельзя говорить об отрицательных результатах первой внеплановой проверки пожарной безопасности в отдельной организации. Ведь те выводы, которые сделает руководство, пожарные и сам персонал, помогут в дальнейшем быть им ежеминутно готовыми к опасным ситуациям и действовать в них собрано, направив все силы на спасение самого главного – человеческих жизней.